Потому что любое знание медицинское, оно всегда приковано к местности. Допустим, то, что люди подходят в Индии, здесь не подходят. Я изучал реанимацию, допустим, когда человек увидел, что фосфор масла, оно в Индии охлаждает. А здесь оно не всегда охлаждает, оно может даже речь в России. А в Индии даже после 55 градусов, я пробовал охлаждаться фосфор маслом, он тоже начинает речь. Ну, то есть, понимаете, в разных условиях, в разных среде, допустим, Мэнгир зимой в Сибири, он не лечит простуды. Он, наоборот, вызывает разгрожение, кашель, многих людей. И таким образом, его влияние не такое же, как, допустим, в Южной Индии, где он сушит организм, он не хорошо действует, он важно. Ну, таким образом, надо учитывать место, время обстоятельства. И также надо учитывать эпоху, в которой мы живем. Так, например, мой семинар, вот эта моя идея режима дня, которую я разработал, она учитывает возможности пищеварения современного человека, которые очень сильно ослаблены. Если говорить о влиянии, как бы, солнца на организм, то очевидно, что человек должен больше есть днем, и меньше вечером, и утром. И также очевидно вполне, что есть какие-то продукты, которые тяжелее перевариваются, легче. Я начал изучать, с чем это связано, и нашел закономерность, что как продукт созревает, тем той силой он и переваривается легче всего. Допустим, зерно созревает под цветом солнца. Мы знаем, что если солнца не хватает, зерна не назревают. И оно вызревает, созревает днем. А овощи созревают ночью, и они наливаются силой под цветом луны ночью. Таким образом, можно понять, какие овощи и какие продукты так перевариваются организмом. В соответствии с этим я сделал определенную систему, которая многим людям уже помогла. Это моя методика. Не надо называть ее верой. Это разгражает некоторых людей, которые... Ортоверсальную атмосферу тоже хорошо. Ортоверсальную классическую веру тоже надо преподавать. Она работает, она помогает. Но у меня такой сплав внутренний. Я чувствую тонкий мир, чувствую эти закономерности. Я действую как ученый. И поэтому я не могу остановиться на каких-то правилах, как догмы, которые существуют. Не надо разобраться, что эффективно работает. То есть ли нет, в котором я нахожусь, в котором я живу. И я вот для себя разработал мои друзья, мои знакомые, те, кто слушают мои лекции. Они следуют этим правилам, которые я им рекомендую. И мы сегодня с вами посвятим одному из этих правил, лекцию. Мы будем говорить о режиме дня, о влиянии планет и атмосферы энергии, которые существуют в нашей жизни, на нашу жизнь. Первое, что нужно сказать, это классическая вещь абсолютно во всех духовных традициях, не только в физической, то, что человек должен раньше вставать. Это вполне однозначно. Потому что Солнце в обедах называется кала-чакрой. То есть кала-чакра это лицо времени переводится. То есть Солнце запускает камень внутри у нас. Мы заметили, что когда Солнце восходит, первое впечатление это птицы поют, все начинают оживать, активизироваться. И второе, у нас заботы включаются в сердце. Мы начинаем думать, значит нас куда-то тянет, нас куда-то манит. Мы чувствуем заботы, начинаем действовать на наше сознание. Когда Солнце еще не взошло, то забот не так много. Мы думаем о чем-то, мечтаем там в это время. Думаем о чем-то возвышенном, если мы настраиваемся правильно. Но когда Солнце восходит, нас куда-то несет. Нам надо готовить, стирать быстрее, убирать, наработать и планировать что-то и так далее. То есть Солнце включает карму. Вы помните, это важный момент. Солнце включает карму. Когда включается карма, вся энергия человека выходит вовне, во внешнюю сферу деятельности. У нас в психике есть две сферы. Я серьезно изучал этот вопрос. И даже психические каналы, которые называются пхату, как они, как макрешка, как хронизка организма, они тоже делятся на два лепестка. Есть семь хату внутренних каналов и есть семь внешних. Два лепестка внутренних. Там же это под сцены происходит, да? Кто-то лазит. Есть внутренние лепестки, есть внешние лепестки. Это мы легко можем доказать, чисто практически, потому что мы работаем с этими хату. Если мы, допустим, болезнь идет на внешнем лепестке, а мы коробку подобрали на внутренний лепесток, чтобы человеку становится хуже. Если, допустим, взять краса дату, первый психический лепесток, который связан с кожей, со слизистыми оболочками, то можно видеть, что он контролирует слизистые оболочки внутри тела и контролирует снаружи тела кожу. Ясно, что это совершенно по месту расположению разные системы кожи снаружи, слизистые оболочки внутри. И так это касается всех органов. Есть внутренние мышцы, есть наружные мышцы, есть костная система внутри тела, есть наружная костная система и так далее. Если мы подбираем, допустим, пробиваем листок, связанный с кожей, чтобы вылечить царя за кровью, но мы подобрали кору на внутренние лепестки, то у человека начинается гастрит, у него перегрузка идет на внутренние вот этих лепестков датуры, этих каналов психических. У человека начинается слизистые оболочки страдать на человеке. Таким образом, нам легко очень понять, что есть внешние, есть внутренние, мы с помощью практической работы это легко можем увидеть и понять, что так это все работает. Ну понятно, что те, кто не сталкивается с этим, они могут со мной поспорить, говорить, что там нет наружных внутренних, там есть что-то одно. Но так или иначе, я тонкое тело изучаю не понаслышке, я работаю с ним всю жизнь, и у меня есть четкие свои представления о том, как это работает. Таким образом, есть внутренний психический цилиндр человека, есть внешний, и они по-разному функционируют. Например, внутренний функционирует сильнее в ночное время, а внешний начинает функционировать и в ноги. Внутренний психический цилиндр у женщин очень крепкий и стабильный, статичный, а наружный очень мягкий и податливый. А у мужчин, наоборот, внутренний цилиндр очень подвижный, быстро меняется, а внешний очень статичный, напряженный. Кажется, внешний мужчина такой крепкий, как бы не сдвигаем. А у женщины такая, кажется, податливая, вся нежная, добрая. Но когда мужчина-женщина жить начинает, то женщина замечает, что мужчину, если твердое принципо поставить, можно поменять его мышление. Если как бы категорично твердо с ним вести, он мягко начинает с вести. Но женщина, в конце концов, обнаруживается, что она внешне мягкая, а внутри твердая, как камень. Ее не сдвинешь в каких-то определенных вещах. Она остается на своем всегда. Таким образом, мы познаем мир, представить практики жизни. Женщина встречает с мужчиной, думает, что он такой сильный, крепкий. А вот мужчина думает, что он такая нежная, податливая. Это правда. Но это все внешняя вещь. А внутри женщина твердая, а мужчина мягкий, наоборот. Все наоборот, толще. И мы видим с возрастом бабушки все такие шелестные такие, напрягаемые, а дедушки все такие мягкие. И вот так и происходит, когда с возрастом меняется психика человека. Итак, когда солнце восходит, то энергия уходит во внешний цилиндр больше. А он связан с мышлением, связан с волей человека, с деятельностью во внешнем пространстве. Он как бы несет защитную оболочку психическую человека. И поэтому уже работа с сердцем, с внутренними каких-то глубокими психическими функциями, она затруднена. Потому что сознание уходит во вне. Оно не работает внутри в этот момент. Поэтому существуют определенные правила, когда мы меняем жизнь, меняем свою судьбу, когда мы настраиваем себя. Это надо делать до того момента, как солнце пересечет определенный горизонт, определенную линию. Так как в Индии, и вообще ближе к экватору, 6 часов утра, 6 часов вечера всегда восход закат. Там нет никаких снищений. Но если, допустим, пойти в нашу сторону, то можно видеть, что летом день удлиняется до безобразия, зимой до безобразия сокращается. И в Индии, в древней индийской системе, есть такое понятие мукурты. Каждый мукурт 46 минут, в принципе. Но понимаете, и по этим мукуртам судится, допустим, когда надо вставать, когда ложиться, когда кушать, понимаете. Но проблема в том, что эти мукурты очень сильно привязаны к восходу и закату. И имеется в виду, что солнце должно восходить, как на экваторе. 6 утра, рассвет, 6 вечера закат. Но у нас такого нет. Поэтому я предлагаю в своем режиме дня привязываться все-таки к восходу и закату солнца. Потому что это непрактично. Вам придется зимой вставать в 9 утра, а летом в 3 с половиной. Понимаете, есть другое мышление, которое работает 100%. Возьмем, допустим, Солнце, ну вот землю возьмем круглую, да? Она круглая, как шарик. Это значит, что в земле, в земле с солнцем есть определенное отношение. Есть 4 точки, которые проходит солнце в отношении к земле. Мы знаем верхнюю точку это зенит, да? В это время максимальная горька чеварения вот когда разжигается у человека в организме. Потому что огонь это та сила, которую мы потребляем. У нас нет огня самостоятельного. Весь огонь, который у нас существует в организме, так или иначе берется от солнца. Есть опоследованный солнечный огонь, который выражается в виде света, в виде огня, специи, которые мы едим. мы можем масла добавлять в пищу больше, будет больше огня, пищеварения от специй, от масла. Но если разобраться, откуда этот огонь взялся, он взялся от солнца. Потому что все огненные специи, они созливают на солнце. Красный перец созливает на солнце. Мы знаем, что в Сибири не сильно красный перец созревает. Но если взять, допустим, чили, индийский красный перец, он светский, как там, очень горячий природный. Возможно, есть в нашем климате. Вот. Таким образом, чем больше солнца, тем больше шансов о огненных продуктах созревает на нем. А, допустим, на крайнем севере никогда перец не вырастет и не созреет. Там нет солнца просто. Таким образом, мы есть солнце, внешне, есть солнце, связанное с продуктами питания. Так? Есть еще энергия пекла Земли, которая вообще-то нам непонятно, как мы ее получаем. Но она тоже есть. Она тоже получается в нашем организме, но очень таким несильным образом. Солнечная энергия является благостной энергией огня. А энергия Земли обогненная является невежественной. Ну, соответственно, огненные продукты, они больше в страсти находятся. Продукты питания огня и природы. Они тоже могут быть благостные, но у них больше страсти, чем солнце. Таким образом, надо бы знать, что самый чистый и благостный огонь пищеварения разгорается в организме в результате того, что солнце заходит в зенит. В этом времени. Причем, лучше всего огонь пищеварения не когда солнце зашло в зенит, а когда оно подходит в зенит. Понимаете? Потому что надо же еще переваривать эту всю пищу. Поэтому организм так устроил, что чуть пораньше зенит, а лучше всего кушать, чтобы еще успеть это все переварить. Раза года солнца. Понятно? Поэтому где-то самое лучшее время обеда это с 11 до 1 часа по нашему времени. Имейте в виду, что в России Ленин перевел часы на час вперед везде. И об этом уже забыли. У нас делают летнее, зимнее время, но часы переведены на час вперед везде и поэтому у нас во всех городах если солнце в зените находится в 12 часов дня, у нас на часах в это время час. Это значит, что 6 утра это 7 утра в времени по местному. Каждый городок, а в некоторых городах, особенно в Сибири, смещение идет еще и на 2 часа, потому что большие регионы и часто город подключен к какому-то часовому поясу, которому он не принадлежит вообще. Понимаете? В результате смещения 2 часа уже идет разница. в целом у нас на сайте есть такой называется расчет времени такой раздел. Найдите, поищите на сайте расчет времени и там вы ходите просто в вашем городе время восхода, время заката и дальше идет расчет и вы узнаете когда солнце в зените у вас в городе, когда 6 утра, когда 6 вечера, когда 12 ночи. Вот эти принципиальные 4 точки режима дня. Когда 12 ночи солнце самое слабое это время максимального сна. Если предположить, что в среднем в наше время из-за нашей тяжелой жизни человек должен спать 7 часов как минимум, не 6, как мы думаем, а 7, потому что не хватает сил вызваться за 6 часов у многих людей из-за того, что они в городе живут, не хватает рамы, не хватает благости. 7 часов нужно целыми. Поэтому мы от часа ночи к часу ночи прибавляем 3,5 часа получается сколько? 4,30 и вычитаем от часа ночи 3,5 часа сколько будет полдесятого или полдесятого полдесятого вот это идеальный режим дня когда человек полдесятого ложится полпятого встает он будет здоровым для женщин можно ложиться в 9 вставать в 5 потому что женщине требуется больше сна чем мужчине в среднем на час на час причина потому что женщина является стабилизатором семьи она тратит энергию спокойствия на всех членов она тратит неосознанно это нельзя сказать что женщина сами очень спокойно но женщина стремится к спокойствию сама в жизни она пытается все сделать красиво спокойно меньше шума чтобы в квартире было больше гармонии чистоты таким образом она так как у нее беспокойный ум у женщины она очень сильно стремится к гармонии к спокойствию и всех подтягивает в этот план мужчину и пей и так далее ты не устал? гордкий сручий то же самое мы не привязываемся вы меня не слушаете господа вы меня не слушаете потому что я сказал что мы не привязываемся к восходу и закату мы привязываемся к тому где находится солнце мы привязываемся к тому моменту когда солнце пересекает вот эту линию земли которая связана с шестью часами сейчас круг рисует понимаете смотрите круг ели на четыре части разделили на четыре части одна часть семь утра или шесть утра по солнцу вторая час ночи третья нижняя верхняя часть дня и другая это семь вечера это принципиальные точки нашего режима дня понимаете мы не привязываемся к восходу и закату когда солнце пересекает семь утра то на земле наступает ветер дует ветер не когда солнце рассвет идет а когда пересечение вот этой точки происходит петукам по барабану солнце зашло или нет понимаете приходит семь утра и ночная тарая почему потому что солнце оно определенным образом пересекает линию определенную эти линии в детах называются самки самки означает связь или узел такие принципиальные точки мы изучали работу человеческого организма дело в том что когда мы ставим на запястье браслеты какие-то камни то у нас есть два потока энергии в организме один движется от левой руки к правой ноге энергия входит в левую руку и выходит из правой ноги это один поток энергии второй поток энергии энергия входит в левую ногу и выходит из правой руки и мы экспериментальным путем установили что эти два потока энергии один имеет горячую природу всегда у человека другой холодную и они меняются между собой каждые 6 часов в организме каждые 6 часов меняются и ставить камни можно только там где холодный поток идет вот у меня сейчас до часа дня левая рука правая нога идет холодный поток энергии мы его назвали лунным потоком энергии а на левой ноге правую руку выходит огненный поток энергии если я сейчас туда просвет поставлю мне будет плохо а если сюда мне будет хорошо понятно да? там где лунная энергия это лечит человека там где солнечно это нагревает или напрягает мы таким образом экспериментально установили что эти потоки энергии меняются вот так раз и переход энергетический происходит прямо в секунду у всех людей вот здесь вот придет сейчас время час лишним где-то час двадцать минут где-то здесь в этой местности и резко поменяется движение энергии у человека в организме у всех у вас поменяется там где холодный поток энергии будет идти горячий там где шел горячий будет идти холодный понимаете энергия поперек идет в организме поперек и она всегда входит в левую сторону она выходит всегда с правой стороны но если она входит в левую руку выходит в правой ноге поэтому левой рукой нельзя есть потому что энергия входит когда человек кушает он полностью беззащитен он открывается к пище потому что человек пищу кушает не только физически но и психически почему пища лечит психику потому что человек психически кушает пищу так же И он должен как кушать, но как садиться за столом. Надо с друзьями садиться и с близкими людьми. Потому что, как мне иногда говорят, Олег Иванович, можно с вами покушать? Это означает, можно в время обеда у вас получить консультацию? Понимаете, время обеда не предназначено для того, чтобы кому-то что-то отдавать. В это время человек берет. Это означает, что он садится только с теми, кто тебе очень близок к кушать. Если ты садишься не так, то ты получаешь от него остренение, от этого человека во время дырки. Потому что близок означает, ты видишь душевные и духовные качества этого человека. В этом близок заключается. Чем ближе люди, тем больше они видят друг друга как душу. Чем дальше люди видят друг от друга, тем больше они плохое видят друг от друга. Многородственники, муж и жена, не могут видеть хорошие друг от друга в силу обстоятельств и судьбы. А иногда люди, которые не сильно знают друг друга, могут видеть только хорошие люди. Опять же, в силу обстоятельств. Но есть еще одно правило. Старшие не должны кушать вместе с младшими. Потому что младшие всегда настроены или служить старшим, или собирать у них силы. Сейчас ко мне люди подходят, они говорят, Аликинальевич, мне нравятся ваши лекции, спасибо вам большое. Я знаю, что дальше будет другое уже, другая весельность. Я отркиваю головой, потому что потом идет дальше. Потом благодарили, а теперь рассказывали как иначе про мою жизнь. Когда я замуж, выйду, как у меня на работе будет, понеслась. Понимаете? Младшие склонны эксплуатировать. Так устроены. Им очень трудно служить всегда старшим. Потому что старшие больше знают, у них больше возможностей. И хочется этим воспользоваться всегда. Это и есть ситуации, в которых старшие не должны общаться с младшим. Время обеда, допустим. Не должны общаться с радованием. Левша переучивается, должен кушать. Да, левша должен переучиваться, кушать, потому что, когда человек берет пищу левой рукой, то он также с пищей берет всю атмосферу, которая окружает его. Пищу надо брать правду. Стараться. Понимаю, есть такие ситуации, когда надо помогать левой рукой, иначе вообще не съешь. Какая-нибудь китайская лапша, которую надо отгрызать. Она слишком длинная. Ну, бывают всякие ситуации, когда нужна помощь. Ничего страшного, можно помогать левой рукой, но ей не надо класть в рот. Бывают исключения, да, бывают исключения, когда мать своему ребенку левой рукой дает пищу. Такое бывает. Энергия любви есть через ее сторону. Я иногда нарушаю сам. Я знаю, что я плохой. Иногда вот неудобная ложка, которую клев кусает, приходится нарушать иногда. Но в целом, так лучше только право рукой есть. Нас переучивают, нам и совсем. Детям в Индии завязывали руку просто за спину. А вилкой вообще не надо есть. Вилкой вообще не надо есть, потому что она протыкает тонкое тело. Ножом, вилкой кушать не надо. Вообще, продукт не съедобный. Понимаете, она съедобная вещь, но и вилка тоже. Не съедобная вещь. То есть протыкает, а ложку только отрезает. Ну, как он отрезает? Ну, что, надо дождь, это ложка. И так, смотрите, есть женская энергия. Пытайтесь понять, есть женская энергия, есть мужская. Женская энергия всегда гармонию дает человеку, дает счастье и процветание. Мужская всегда нужна для победы, для преодоления, для племен. Есть время, когда нужны племены. Допустим, мы готовим, ложка не приготовишь пищу, нужен нож. Так? Чтобы готовить, нужна мужская энергия. Режем, сортируем. А кушать, это не женская, не мужская энергия нужна, а женская. Так гармонии надо организм войны. Понимаете, есть мужские числа, вот, допустим, мы цикочки вам ставим, мы никогда не пользуемся числами 5, 7, 9, но всегда пользуемся 2, 4, 8, 6, 8. Почему это женские числа? Четные женские числа, и четные мужские. Мужские числа пробивают, четные дают гармонию. Точно так же есть предметы острые, это мужская природа дни, а есть предметы гармоничные, мягкие. Так вот, во время еды, мы должны принять правило, что во время еды, мы пользуемся женской энергии, а не мужской. Они должны есть вилками и ножами. А палочки? Палочки, нормально, они же не острые, если острые палочки, то нельзя, а если палочки закругленные, нежные, тогда можно. Женская энергия нужна для еды, а для войны нужна муставия. Закругленные палочки, они не подражались, что уже, нужно острые. А есть даже и закругленные, даже такие, не острые, как чтобы... Ну, не противление осталось. Ну, нож открыли, как бы острые, а не острые, а у тебя у него нет. Да, заточено все равно. Ну, режьте масло, но... не пользуйтесь, чтобы в рот класть. Мы говорим о том, чем вы в рот кладете пищу. В рот, когда вилка попадает, она протыкает, все без защиты. Все нормально? Сильно пострадали? Сильно пострадали? Нет. У нас нет еще вилок здесь, с рухи, у нас вилки не назовем. Как мы едим здесь? А влаты? Руками? А? Пакароны не варят? Пакароны не варят? Я скажу администрации, без открытия. Нет, но я думаю, что вилок нет. Ну моя хорошая, ну столько всего варят, ну макароны не варят, ну... А она поэтому говорит, что лошадь не варят, китайские палочки еще, но мы не били вот у нас, там только не хватает еще китайских палочек, у него китайские лапши здесь в нашем лицо, я поговорю с Олегом, может, придется кучу китайских палочек закупать, чтобы лапшу едет, мне кажется, это не практично, да? Руками это очень хорошо едет, правой рукой, потому что когда человек рукой ест, он сначала пищу узнает на том плане, руки являются инструментами ума, когда человек берет пищу в руки, указательным пальцем не надо брать, потому что указательный палец это мужская энергия там, указательный палец, леопрятки используются, но это палец в победе над судьбой, это мужской палец. Есть женские пальцы, средний мизинец в основном, и безымянный палец это палец ответственности, тоже можно использовать, и большой палец это яблок, и еще вот этими пальцами, указательными не пользуются, также мы четкие не перебираем указательные пальцы, только можно средний, больше всего использовать. Средний палец дает гармонию человеку, это женство природой, имеет он цементирующий основной, поэтому в нашей культуре мы молитву читаем средний пальцем и большим. Детей можно задать за общий стол, но когда они не мешают вам кушать, когда они не мешают кушать, кушать спокойно, вот тогда можно сломать, в таком розыске можно сломать. Давайте меня не отвлекайте, потому что вы меня уводите от мыслей в основном, и лекция становится раздербанной, она не лаконичная становится. Итак, мы уже узнали, что есть 4 периода основные, которые меняются энергию организма. В эти периоды священники в ведической культуре читают молитвы, потому что в эти периоды происходит самое опасное вхождение кармы в это время человекозащитное. Период называется самки, и в эти периоды также очень серьезные перемены в нашем сознании переходят. Так, например, когда наступает утро, позже в 7 утра уже до свидания глубокой духовной жизни. В это время уже невозможно глубоко погружаться в победу над судьбой. До свидания уже погружать. Понимаете? То есть это должно происходить с 5 до 7 утра. Это время самое больше приятное для молитвы. Когда человек молится в это время, то он реально очень глубоко в свою жизнь погружается в свою победу, в веру, в отношении со святостью. Баланс психики в это время очень. Баланс, балансированность, балансированная энергия. В 7 утра начинается движение воздуха в атмосфере. Психика у нас тоже активизируется. Начинается движение воздуха у нас в организме. Вот, и где-то ближе к 8 утра, если это движение воздуха очень сильное, начинает сосать подложечкой. И в это время надо покушать. Где-то с 8 до 9 утра по нашей ампатуре часовых поясов. Понимаете, да? Ну, то есть где-то с 7 до 8 утра должен быть завтрак. И завтрак должен быть легким. Легким означает, что солнце восходит. И так как солнце восходит, поэтому есть те продукты, которые созревают на солнце. Они зависят от восходящего солнца. Какие продукты зависят от восходящего солнца? Ягоды созревают, когда солнце восходит. Мы знаем, что ягоды созревают днем. Так? Ягоды можно есть в это время. Дальше фрукты созревают, когда солнца много. И они созревают на восходящем солнце. Дальше орехи. В основном, кроме кундука, все остальные орехи растут на дереве и они созревают как плоды. Мы можем видеть, что по тому, какие плоды созревают, можно судить о количестве солнца в той или иной местности. Допустим, если мне говорят, а у нас очень солнечный климат, как мне иногда говорят. Я говорю, хорошо, если у вас очень сильный, солнечный климат, какие фрукты у вас созревают? Груша созревает, они говорят, ну какие маленькие тут вырастают? Ну все, до свидания, солнечный климат. Значит у вас не солнечный климат. И груша вырастает большими, значит уже более-менее солнечными. Но если у вас не растут персики, абрикосы, тогда значит не такой уж и солнечный. Груша и сливы примерно одна местность. Груша и сливы созревают. Есть места в Сибири, где даже груша и сливы уже не созревают. Только яблоки. Яблоки самые-менее солнечные продукты. Дальше за грушами идут персики, абрикосы вернее. Абрикосы созревают уже в более солнечных местах. Там, где созревают абрикосы, там же и грецкий орех. А чтобы еще более солнечный климат получить, это уже персики. Даже в Краснодарском крае персики еле-еле растут, кроме Сочи. В остальных местах они как-то растут вот так, еле-еле. А вот в Сочи уже там персики сильные уже. А если мы хотим курму покушать, то там не должно быть зимы уже. Это уже там, где нет снега. Курма, гранаты. А финики это уже Арабские Эмираты. Это очень много солнца. Понимаете? Таким образом, по фрукту можно судить, сколько солнца в месяц. Таким образом, фрукты созревают в реальном солнце, да? Или Луны. Солнце. А вот это. Итак, фрукты мы кушаем тоже с утра. Это свой обычный продукт. Есть исключения. Например, если человеку очень жарко в течение дня, горячий очень человек, я вот очень горячий человек, мне надо, чтобы остыть после работы, особенно тяжелые и устренные, мне надо поесть фрукты. Но какие фрукты охлаждающие? Есть, допустим, фрукты, которые очень сильно согревают, это цитрусовые. Поэтому цитрусовые однозначно только утренняя пища. Это не вечерняя пища. Но яблоки, допустим, и бананы, это охлаждающая пища, лунная. И если человеку очень жарко ночью, по ночам вам надо портачь, подкрывать, вам надо ночью постоянно очень легкое одеяло. Это признак того, что у вас копится жар, и он разрушает ваше здоровье. Это значит, что вечером можно иногда яблоки и бананы попробовать есть. Это может вам помогать. Также у людей, у которых сильный жар в организме, им также хорошо на ночь пить где-то за час, за полтора, за два, до сна горячее молоко с медома. А у людей, у которых сильно холодный организм, часто влечение молоко может быть не перевариваться. Или переварить с небольших количеств. Понимаете? Поэтому таким людям лучше пить молоко с утра. А молоко вообще пить надо, потому что оно улучшает функции разума человека. Оно успокаивает ум и дает возможность разуму жить. Потому что разум функционирует сильно, когда ум работает поменьше, когда он не сильно активен. Решение человек принимает в спокойном состоянии, надо успокоиться. Молоко успокаивает человека и таким образом усиливает возможности для разума трудиться в работе. Да? А Вы сказали, что сильный жар в солнечный продукт. Однозначно. Молоко – лунный продукт. Молоко созревает ночью, коров дует с утра и вечером. Почему он затенит молоко? А вот потому что всегда для того, чтобы переваривать лунный продукт, нужна солнечная энергия. Для того, чтобы переваривать солнечный продукт, нужна лунная энергия. Добавка. Вот, допустим, мед – это солнечный продукт. Можно молоко с медом пить. А пиники – это один из самых благостных фруктов. Очень благостные фрукты, они равносильны меду, практически, по своей энергии. Но они должны быть огненными. Например, молоко с якоблоками нельзя есть, будет понос. Это холодный продукт. Это фрукт, солнечный продукт, но он холодный, он не способствует пищеварению. Но пиники – очень горячий продукт, он способствует пищеварению, и он еще благостный. И он переваривает благостный продукт и помогает переваривать благостный продукт. Поэтому мы даем пиники, они помогают переваривать молоко. Все научно. Есть еще мед, который тоже помогает переваривать молоко, потому что и молоко, и мед – это два продукта любви. Мед это продукт любви пчел, а молоко это продукт любви коровы. Это самые благостные продукты на земле, молоко и мед. Когда их соединяешь, то молоко лучше перевариваться. Об этом писал еще Алицерна Ивана Симовна. Итак, самый гениальный врач в наше время Алицерна. Адам Дурчу, на 25 лет. А в 11 лет победил, а нет, в 7 лет он победил собрание, было не 300 инсульмансов, и они читали Коран. Он в 7 лет победителем стал, не 300, не 300, читающий Коран. В 11 лет он вылечил царя от своего государства и получил доступ в царской библиотеке. А в 17 лет он выучил всю эту библиотеку на земле. А в 20 лишним лет, он в 22, он написал каноны врачебной науки, свой труд, который после этого, 600 лет, был основной книгой-учебником всех врачей мира. И так, кстати, Алицерна открыл, что есть гипробы. Он понял, что есть гипробы и гипробы, и он поэтому защитывал конферкции наших делок. На таких храмах, где-то, что во время эпидемии, что там люди получают себе удобность. А что было, ругали местными исключениями. А во сколько вы расставили тело? Ну, рано где-то, в соответствии. Такие гении всегда долго не шутся, обычно. Итак. Алицерна говорил, что молоко очень полезно тем людям, у которых в старости разгорается огонь в тени. Больше воспалительное заболевание с возрастом появляется. Молоко очень полезно таким людям, потому что молоко гасит и нужный огонь в тени. И дает тело гармонию, гармонизирует организм кучу. Пять часов таких привлеклений. Не очень полезно молоко. Но бывает у человека с возрастом очень тает огонь, пищеварение, становится очень холодным. Точнее ничего не переваривается. Таким людям молоко не сильно полезно с возрастом. А полезным становится больше полезным кисломолочным продуктом. Но молочные продукты в целом, продукты коровы, это очень благостная пища. В физической культуре все блюда, когда готовят, сюда добавляют что-то, связанное с молоком. Или сметана, или кефир, или сыр. И это все дает пище очень изысканный вкус. Вот вы сейчас кушаете, чувствуете изысканный вкус пищи. Потому что она имеет гармоничное сочетание с благостными специями и с молоком, что увеличивает благость пищи. Поэтому она очень приятная на вкус. И можно кушать и кушать, кушать и кушать. Как-то вчера ко мне пришел на приемник, где мужчина, приемник какой-то. Сел, говорит, я не знаю, как цепочка действует. Но я обожал это сегодня. Надел цепочку, вроде полегче стало. Наверное, классно. Нормально. Это фестиваль для того, чтобы мы испытали все чувства. Чувство, при котором пациенты не пришли у нас на прием, многие вчера, было таким, что они взяли торт с собой, домой пришли, посмотрели на торт, и начали его ездить. А потом он вернулся к притяжению земли, к притяжению полей, к притяжению ясов и больших городов. Такая ситуация была у моего вчера. Пустой день. Итак, движемся вперед. Все продукты, которые можно есть завтрак, на завтрак, это мед, сладкое, фрукты, ягоды, а также немножко молочных продуктов. Немножко, не сильно, потому что в целом они все не сильно разжигают пищеварение с утра. Даже и фен с утра не разжигает пищеварение. Он в апреле разжигает пищеварение. А бывает у человека просто, ему нужно белкового что-то. И орехи, кстати, это утренняя пища. И орехи, и орехов не хватает. Когда человек ест сметану с утра, ему нужна белковая пища почему-то, потому что чем больше человек физически трудится, тем больше нужна белковая пища. А также белковая пища нужна тем, кто ездит в метро и на автобусах. И там вот эта вот нервотревка переезда, она требует стабилизации психики. И жирная пища, и белковая, она успокаивает психику. Если человек не ест жиры и белки, у него психика очень дёрдленная становится. И такое питание для монархов, хорошо, допустим, сыроедением заниматься, где мало белков и жиров, больше углеводов. Это хорошо для монархов, где жизнь очень спокойная. Но если жизнь дёрдленная, то у нас надо есть жирную пищу, чтобы нейтрализовать беспокойство в уме. Жир успокаивает психику. И белки также дают силу. Особенно, когда человеку надо много двигаться. Нужны силы, белки дают силу. Работа там длится аж физически. Поэтому чем больше человек трудится физически, тем больше ему нужно зерна есть. А чем меньше физически трудится, тем меньше надо есть зерна. Если человек трудится интеллектуально, но он ест много зерна, у него мозги тупые, он не может ничего соображать. А мясо я вообще пищей не считаю. Поэтому не спрашивайте меня, когда мясо есть, когда его не есть. Это не пища. Это убийство для души. Если человек хочет в духовной практике заниматься, молитвой, надо потихоньку уходить от этого питания. Если мы кушаем плод, значит, наша психика настроена на плод. Мы не можем. Понимаете, у растений сознание, совписноведение. То есть, когда мы кушаем растение, это тоже жизненная энергия, это тоже жизнь. Но в это время психика просто успокаивается на спокойствие. Но когда мы едим мясо, это же мясо было уже проклято, когда живое существо, допустим, корову убивают, она, когда в тонком теле остается, она не согласна с тем, что произошло. Она проклинает всех, кто это сделал. И кто соприкоснется, в брод это мясо занесет, получит в себя так же это проклятие. А так же те, кто для себя это готовит. Если жена, допустим, готовит по требованию мужа мясо, она не получает такие грехи на свои. В том случае, если она говорит в сердце, меня заставили, я не виноват, тогда она не получает. Она получает растернение, ей как бы тяжело после этого жить, но она, судьба ее не разрушается. Поэтому лучше полупаприкат для меня мяса покупать, для мужа, если он хочет кушать мясо, то действительно с ним надо разиться, просто приготовила пищу без мяса и добавила мясо туда, чтобы по время приедала. Да? Муж не старший, муж не старший, муж равный. Запомните это, госпожа, на будущее. Потому что если вы будете считать мужа старшим, есть вероятность, что ваша семья развалится, потому что старший нельзя делать замечания. А жена это сердце мужа, она должна воспитывать в своем муже. Женщина считает мужа старшим для того, чтобы поддержать его в жизни и дать ему развитие. Если женщина не считает мужа старшим, он деградирует, потому что он будет считать себя верным с ней ребенком, как ребенок будет в сайте. И женщина, когда мужчина занимает детскую позицию, тоже не может часть его жизни. Потому что он безответственен в своей жизни. поэтому женщина и подчиненная себя ведет с мужем когда надо. А когда надо, она ему говорит правду. Потому что если она этого не делает, несомненно, ее муж деградирует. Без всякого сомнения. Если женщина все время молчит и терпит, она разрушает свою жизнь. Это очень греховное поведение, когда женщина рядом с мужем. Женщина должна добрыми словами говорить мужу правду. и делать это всегда, когда в этом есть потребность. Дети это младше. Мясо начал есть. Это называется организация жизни, организация духовной жизни. Нужно организовать жизнь ребенку. Нужно приложить усилия. Попросить воспитателей, чтобы не давали мясо вашему ребенку. Или давать им кушать с собой. Есть разные способы организация с собой. Но если у вас не хватает духовной силы и правильного сознания, когда ребенок будет мясо кушать в школе и в садике, это проблема ваша, а не ребенка. Мой ребенок не будет мясо кушать в школе и в садике. Потому что это святое и есть мясо в моей семье. Но если у вас это не святое и у вас есть сомнения и сомнения передадутся вашему ребенку. Он будет кушать мясо и подъедать это украл. А если на ночь любить, то сыр и не хотят пищу вечером чем зерно. Потому что зерно включает карму. То есть зерновая пища напрягает психику. А вечером надо расслабиться, а не напрячься. Вы меня сейчас не перебивайте, потому что иначе у нас не будет гармоничной лекции. Не спрашивайте про вечер, когда мы говорим про утро. Хорошо? Контролируйте себя. Иначе лекция будет разрушена. вами же. Итак, мы с вами говорим про завтрак. По завтраку есть вопрос? У меня есть вам важное сообщение. Особенно в северных регионах, где очень холодно, с утра не надо есть свежие фрукты. Лучше всего есть сухофрукты. Сухофрукты. А где очень жарко, с утра лучше есть свежие фрукты, чтобы активизировать организм. Но если человек по природе горячий, ему всегда надо фрукты есть зимой и летом с утра, чтобы снять с себя лишний огонь. А если человек холодный по природе, он мерзнет постоянно, у него плохое пищеварение, то в этом случае ему всегда надо с утра есть только сухофрукты. Или фрукты, но уже ослаблят энергетику фруктов. Есть два способа. Или сделать из них сок, потушить их духовку. Чуть-чуть. Под духовку поставил, буквально несколько минут, и яблоки уже не имеют такой силы возбуждать организм, как они свежие. франа уничтожается с помощью перетирания и накрывания. Франа продукта. Франа означает жизненная энергия. То есть, если жизненной энергии слишком много, человек переохлаждается. Ветер гасит огонь. Жизненная энергия франа означает ветер. Человек огонь слабый, пищеварение, много фруктов поел, у него гасится огонь. Потереть уже мягче, уже нынешнее есть. Да? По температуре физическое на завтрак горячее, холодное? Вот смотрите, вообще в целом на завтрак не нужна горячая пища. Большинству людей не нужна горячая пища на завтрак. Нужна пища фрукты, мед, ягоды, орехи. Но бывает так, что у человека слабое пищеварение, и ему нужна горячая пища тогда. Если у человека очень слабое пищеварение, он у него не переварится холодная пища вообще, тогда надо подогревать все. Тогда надо делать такие рецепты, которые с утра дают возможность, например, есть всякие омлеты, там, можно делать без яиц, омлеты, из-за пиканки, из-за тех же самых молочных продуктов. Если у человека, допустим, мало дня пищеварения, тогда ему надо с утра вот такие вот молочные блюда делать, смешанные с фруктами, с сухофруктами, вот такая вот смесь, мед, плюс он тоже разжигает пищеварение хорошо. Также есть еще утренние продукты, такие, как гречка, допустим, это не зерно, гречка, это не зерно, поэтому с утра гречка легко переварится. Можно с гречкой допустим, делать горячее блюдо, допустим, с утра, если у вас, ну, а на какое горячее блюдо с утра? Сладкое. Туда можно изюм добавлять, можно добавлять сухофрукты, различные, гречку, допустим, или использовать с утра лучше всего сметану, для того, чтобы заправлять продукт. Не масла, а сметану, потому что любое масло, оно очень горячее, в природе или нет. Особенно сливочное масло, оно трудно переваренное продукты, с утра сливочное масло есть опасно, может не перевариться. Но, допустим, кефир, сметана, это то, чем можно заправлять блюдо с утра, и будет хорошо перевариваться. Да?